Ну, Алексей у нас сейчас рассказал о том, в принципе, по каким основаниям на протяжении 7 месяцев продлевалась стража Дмитрия. 10 месяцев. 10 месяцев, прошу прощения. И основной, основным мотивом продления это было то, что Барановским может угрожать свидетелям. Свидетели в один голос говорят, что мы боимся Барановского. Свидетели и потерпевшие, это одни и те же люди, это Весельницкая, это Кацив, старший Кацив, младший, Митусов, Касаткин. Мы боимся Барановского, боимся его потому, что в интернете, в газетах, в СМИ создан образ Барановского как страшного негодяя, как убийцы, как человека, который не остановился ни перед чем для достижения своих целей. Они говорят об этом в судах, они говорят об этом в своих показаниях. И на основании этих показаний, на основании этого страха потерпевших перед Барановским, перед страшным Барановским, суд продлевает меры посещения. То есть оставляет человека под стражей. Так, недавно произошла очень интересная ситуация. Мне в начале месяца, июня, на мой мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась руководителем отдела спецпроектов, полдинга «Совершенно секретно». И сказал, что очень сильно нужно со мной поговорить. Поговорить по поводу одного из дел, которым я занимаюсь. Мы договорились встретиться, встретились на следующий день. И дама с места в карьеру сообщила мне о том, что к ним в колдинг пришла Наталья Весельницкая, потерпевшая по уголовному делу Барановского, супруга, заместителя господина Коцельева, адвокат господина Коцельева. Пришла не одна, а вместе сказано было с сыном одного из потерпевших. Ну, с учетом того, что в данном уголовном деле потерпевший, который имеет сына, способного куда-либо ходить, это только господин Коцельева, то есть, соответственно, я делал вывод, что пришла она с Коцельевым Денисом. Пришла к руководству и попросила напечатать статью по Дмитрию, которая будет соблюдать негативные сведения о том, что Барановский причастен к убийству директора Алмаз-Антей, о том, что Барановский, Рейдер и прочие сведения, которые порочат честь и достоинство Дмитрия. При этом, со слов этой дамы, Весеницкая пришла не с пустыми руками, а принесла с собой практически 10 томов с материалами из уголовного дела. Хочется отметить, что на тот момент, это был май месяц, приход Весеницкой в совершенно секретно, уголовное дело не было закончено, соответственно, Весеницкая в принципе не могла ниоткуда получить материал дела, потому что запрещено законом, как потерпевший, так и обвиняемый, знакомый с материалами дела, только после окончания производства. То есть это прямо говорит о том, что, ну, скажем так, о прямом контакте госпожи Весеницкой с органами, которые производят расследование. Так вот, руководитель, вот эта женщина мне сообщила о том, что Весеницкая пришла не только с материалом уголовного дела, но и суммой в размере 30 тысяч долларов, для того, чтобы на четырех полосах совершенно секретно вышла статья о том, какой Барамурский незадей. После этого мне сообщили...